Добрый день, мне уже представили. Проект Роботяга — это проект создания платформы мобильной, которая, по сути, должна быть выдвигаться до автоматизированных. Суть ее очень проста. Мы берем материал, в данном случае кирпичи. Они гиперпрессованы. Это значит, что берется какой-то материал, в большинстве случаев это могут быть отходы, которых в большинстве районов их много, либо земля. Земля подают разные виды. Главное — добавить связующие эко-розы. И добавить немножко цемента. Суть в том, что они более морозостойкие, они такие же прочные, как и основные виды кирпичей. Форма лего, которую мы хотим применить, позволяет прятать, допустим, трубы, проводку прямо в кирпичи, потому что такие конструкции это позволяют. Развертывание. Развертывание говорит о том, что на любом ландшафте мы можем, в принципе, это развернуть. Принцип в том, что, допустим, как TD-принтер, если у нас уже есть фундамент, то мы можем сразу на нем выстраивать наш дом, согласно какому-то проекту скейт. Если у нас, допустим, надо новый построить дом, это похоже на домики такие. Они делают небольшой инкунтамент деревянный. И как TD-принтер, они сейчас отпечатают основу, потому что они не могут сразу на каком-то ландшафте. И мы над ним надо подготовить проект. И модульность. Модульность — это в том, что у нас есть основное ядро. Это тот аппарат, который занимается теперь прессованием. Это тот аппарат, который берет наши исходники и собирает кирпичики. И сам уплатчик, который занимается именно выкладыванием как лего. Кирпичик, кирпичик, кирпичик. Вот получается наш проект. Слой за слоем. И ваше желание. Допустим, хотите какую-то гравировку лазерную, чтобы он дополнительно пришел. Или, допустим, особые формы, выдавливание проекта за кирпичик. По вашим желаниям. Основная система. Вот видите, это наши кирпичики. В них можно трубы вставлять, проводку, и они сами по себе компактные. Мы можем делать круглые формы. То есть мы заменяем матрицу и печатаем такой формы, какой вам надо. Допустим, вначале проект Домоделова подозревал круглые формы для обширения своего формы. Далее. Вот кирпичики кирпичика. Это основная идея. Потом кондинирование компонентов. Вы можете, в принципе, менять структуру кирпича. Вы можете добавлять свежество, подкрасть. Вы можете, допустим, если есть какие-то обходы производства, допустим, цемент или что-то еще, после стройки остается, вы можете это применить, и это будет дешево на самом деле. Для замещения расходов материала. Это значит то, что мы можем включить сами контейнеры с сводниками в саму машину, в которой можно было подняться, и выкладывать. И внутри нее будет параллельно один кирпич, второй кирпич. Это будет выкладываться, вкладываться, вкладываться. Можно их отдельно вкладывать, чтобы, допустим, просто брал кирпич и выкладывал в систему. Все. Дальше. Ну, собственно, вот сама система. Мы выберем кирпич, производим и выкладываем как-то, ну, как будто стеком. Дальше. Ну и, собственно, наши ближайшие ориентиры. Это построить машину. Заняться прототипированием. То есть, поиск наилучшего решения, как именно это сделать. Построить строение в институтском районе, чтобы представить ее. Пригласить СМИ, они написали статьи, заняться блогингом, дипломированием и так далее. Представить пункт. Самое главное. Насчет конкурентов, я думаю, скорее всего, люди иногда строят материальные дома. Кому-то любят каменные дома, кто хочет жить в замке. Они любят некоторые созветные дома, свою форму. Они могут, в принципе, в какой-то программе построить, а программа сама в виде скейча продолжается сам проект. Вот она. В следующий раз. Ваш вопрос. Перед тем, как эксперты наши будут задавать вопросы, я бы хотел отметить один момент, связанный непосредственно с командой, которая реализовывает эти проекты. Дело в том, что инновация связана с тем, что вся группа ИС-2 и вся группа ИС-3 являются следами этой команды. Они вместе генерят, они вместе придумывают, они вместе формируют сам проект. А уже, скажем так, ученые наши, профессора, которые являются консультантами, вот я ИС-2 увозил на биофактинг группу профессоров Аплан. То есть, у нас есть внешние аутсорсинговые ведущие профессора, которые поддерживают проекты ребят. Так вот, идея в том, чтобы после того, как они собирают ресурсы, чтобы снизить риски, непосредственно освоение денег передавать на специальные структуры, которые знают, как нарисовать чертеж, как сделать техзадание и так далее. То есть, в этом плане у нас что же на вопрос такая продуванность? Ну, хорошо. Я вот два слова буквально начну. Ну, во-первых, все-таки перед выступлением нужно было бы представить себя не только по имени